Я уже рассказывал об одной гостинице на берегу Озернинского водохранилища и о том, почему пришлось искать другую. Ссылка на видео будет в описании. Сегодня о гостинице, а вернее о пансионате Парус. Всем привет, меня зовут Александр и вы на канале «Ердж не уйдешь». Итак, пансионат я нашел на Яндекс.Картах. Позвонил и мне предложили номер на одного и на одну ночь или сутки, здесь без разницы, за 1670 рублей. Основной критерием для меня была цена, так что предложение оказалось лучшим в округе. Приехал, на стойке администрации немного завис, дожидаясь, когда обслужил посетителя, прибывшего немного раньше. Времени на его оформление ушло много, очень много, так как он бронировал несколько отъездов и приездов. При оформлении услышал, что в Парусе есть баня и ресторан. Меня зарегистрировали быстро. Номер вполне соответствовал моим запросам. Номер очень приятный. Сейчас я вам его покажу. Номер на двоих человек стоит 1670 рублей. Стоянка также на территории. Сначала тебе дают подъехать к гостинице, выгрузить весь свой скарб и потом машину отводишь на стояночку. В номере я не скажу, что жарко. Так приемлемо. Я так понимаю, что спать придется под двумя дьяволами. Благо кровати две. Что есть в номере. Кровать, санузел, вешалка, а также кому-то телевизор, которые мне не пригодились. Нужен был ночлег. Санузел хороший. Санузел с ванной. Не с душевой кабинкой, а именно с ванной. Можно косточки пропарить после бегать не по водоему. Везде чисто. Кровати мягкие, что для моего позвоночника в радость. На рецепционе для тех, кому не хватает тепла, можно дополнительно взять колориф. Розеток для зарядки телефонов и оборудования достаточно. На всякий случай в машине держу длинитель с пятью розетками. Здесь не пригодились. На первом этаже, а здание двухэтажное, можно приобрести воду, соки, мороженое и немного сладостей. Блок питания или ресторан находится в соседнем корпусе. Туда я не заходил, так как приехал поздно и уехал рано, поэтому про него ничего не скажу. Выход на Азернинское водохранилище есть прямо с территории пансионата. Общее впечатление у меня сложилось положительное. Устроить ли это вас, решайте сами. Мой номер был один из самых бюджетных, но в пансионате есть разные варианты. Чем они отличаются, я пока не знаю. Или что перешел за короткие видео. В чем причина? Длинные видео у нас не смотрят. И мало того, что не смотрят, еще такие нелепые ситуации возникают. В начале видео даешь описание, где ты ловишь, на что ловишь, чуть ли не из геолокации. И сразу идут комментарии, где ловил. То есть сейчас зритель такой, что прошло три минуты, он уже забыл, что было в начале ролика. Но это я не обо всех говорю, но есть такая большая группа людей. И именно поэтому я перешел на короткий формат видео. На сегодня всем пока. С вами был Александр. Канал «Держь не уйдешь». Заходите на канал, постараюсь публиковать что-то интересное. Субтитры создавал DimaTorzok